Ты живёшь в страхе атаки зомби, я живу в страхе капитализма, я жила в страхе шизофрении, вылечилась здесь, забыла или же перевела в новую плоскость, делёзом. Мужчина в переходе страшно, скребёт своей багажной сумкой по полу, если из раскрашенной девушки слева высунется чужой. Я вспомню Джонатана Меези и не удивлюсь, ты тоже не испугаешься. Ты не заметишь, настолько это вписывается в сюжет классических хорроров, настолько описано могло бы быть в любом эссе, насколько похоже на те представления, что даёт нам обоим жижек, или же Рубин Вуд, если бы ты читал, или он бы делал, вместо статей и видеолекции. Мы оба исключены, мы не боимся поглощённые своим ощущением времени. Мы не боимся, у нас лишь различается определение базиса. Страх аксиоматичен, как и любая другая иллюзия спокойного восприятия. Как моя подруга Маша, которая плакала, заехав в свой родной Семёнов, когда местная молодёжь кидалась в неё пустыми пивными бутылками, рассматривая её длинную цветастую юбку, как признак цыганщины. Что она говорит теперь, когда её любимый, один из лидеров, нацболов, игнорирует продавца Дживанши, не в пику капитализму, а пусть знает своё место узбечка. Она говорит в защиту, ну какая узбечка, смотри, она же самой славянской внешности. Он в ответ, как бы в шутку, утверждает себя расистом и гомофобом. Она говорит теперь, как бы серьёзно, и я не считаю, что это плохо, я не вижу здесь ничего плохого. Ах, Маша, твоё Семёновское торжествует в тебе. Как если бы был Бог, то я бы молилась, пусть твоё Семёновское никогда не возьмёт верх над тобой, пусть оно знает своё место, а не те мигранты, что нарушают границы, стирая по малу их. Это я хочу быть вечным мигрантом. Как если бы революция, которой говорят те, кого называют неолибералами, никогда не случится. Ах, Маша, да не восторжествует твоё Семёновское над тобой. Перебирая старые фотографии, нашла тебя. Мы были тогда незнакомы. Кусок твоего лица из-за ноутбука Делл, видимо, читающий тексты, опознала один глаз, две трети брови, половину щеки с родинкой и мочку уха. Пришурился четыре складки около глаза, одна линия по изгибу шеи. Левой рукой придерживаешь очки и ноутбук, чтобы не упал. Пока правой листаешь стихотворение, увеличиваешь, чтобы разглядеть детали и доказать себе, что это именно ты. Хотя и так вижу, несмотря на нечёткость. Тогда я впервые увидела, а сейчас нахожу свидетельства. Такие же смутные, как лицо, прикрытое ноутбуком. Такие же ненужные подтверждения нашей любви. Сейчас время длится, перетекает из границ плавно. Пять минут назад мастурбировала на плохо снятую азиатку, кричащую при анальном проникновении маленького голубого дилда, иногда вздрагивая от криков на улице. Разборок, скорее графитчиков, их запах краски проникал в мой полуподвал. То ли местных копников, не разбирая, кто кому угрожал оторвать башку. Теперь смотрю перформанс. Вита окончи где, она оставляет круги, поцелуев ногтели, накрасив помадой губы. На животе, рукав, длинноволосого парня. Вот теперь на груди, не оставляя свободного места, стоя, видимо, на коленях. А я все еще возбуждена, но уже мягче договариваюсь о встрече с левым философом Ильей Будраскисом. И пять минут назад я готова была писать. Приходи ко мне в мастерскую и трахни меня, или хотя бы покажи по скайпу свой член. А теперь, видимо, напишу. Да, я пойду с тобой во вторник на лекцию к другому левому художнику Николаю Олейникову. И не буду смотреть на ваши члены. И покаюсь, и приму левую идею, и отпущу азиатку на волю. Вот и Вита и ее мужчина встал с колен, хотя перформанс еще не окончен. Спасибо.